Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я когда-то у вас в инстаграме спросила, хотели бы ли вы, чтобы я повторяла все те посты, которые пишу только на ютуб канале. И многие проголосовали, что да, некоторым лучше всего, когда я это объясняю на видео, а не только пишу, потому что прочитать можно через строчку и понять, как всегда, только то, что хочется понять. А когда человек рассказывает на камеру, то он старается как можно больше уделить внимание каждому подпункту и объяснить каждую ситуацию. Поэтому я прихожу сегодня к вам с таким видео, как присяжный перевод и уместцование документов, так как это очень важно, и от них иногда даже зависит, какая у вас будет карта с доступом к рынку труда, либо же без доступа к рынку труда. Поэтому, если вы еще не знаете, в чем разница между присяжным переводом и уместцованием документов, то мы сегодня с вами разберем. И я уверена, что сегодня после этого видео вы будете знать больше и уже будете 100% разбираться, в этих документах. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. Давайте начнем с самого простого. Кто такой присяжный переводчик? Присяжный переводчик – это человек, который занесен в реестр Министерства Юстиции на территории Польши, который специализируется на юридических переводах, который имеет право переводить как государственные, так и судебные документы, без дальнейшего нотариального заверения. Поэтому иностранцы, которые переезжают на территории Польши, должны иметь перевод у присяжного переводчика всех своих документов для того, чтобы, например, попадаться на карту временного побыта, оформить машину для себя, поменять водительские права, отдать ребенка в сад, например, получить гражданство, либо же, например, по воссоединению. То есть в любой ситуации, даже для трудоустройства на работу, если вы специалист в какой-то сфере, то вам также нужно иметь перевод диплома у присяжного переводчика. Вы у меня многие часто спрашиваете, можно ли сделать присяжный перевод в своей стране. Я вам скажу так, что да, вы имеете право сделать присяжный перевод. Только не путайте перевод в обычном бюро переводчиков. Это совсем разные вещи. То есть просто перевести в бюро переводчиков и заверить нотариально, такой документ на территории Польши не будет котироваться. Единственное, что вам нужно будет взять этот документ, подтвердить у нотариуса, там в своей стране, приехать сюда, пойти к присяжному переводчику, и чтобы он поставил на данном переводе свою печать. Но на практике, наверное, скорее всего, 20% таких присяжных переводчиков соглашаются поставить свою печать и подпись, потому что за каждую ошибку они уголовно наказываются, то есть судебно наказываются, и могут получить штраф. То есть не каждый готов заплатить за какую-то ошибку чисто по ошибке другого переводчика. Поэтому чаще всего присяжные переводчики отказываются, чтобы заверять своей подписью такой документ. И скажу вам, что это будет стоить еще много дороже, потому что если, в принципе, он просто поставит, заверит свою подпись, это 50% перевода по стоимости. Но, как я вам сказала, лучше так не рисковать. Лучше либо же найти в своей стране присяжного переводчика, который занесен в реестр. А название реестра я вам напишу здесь, а также оставлю под видео, где вы можете написать, с какого языка, на какой язык вы ищите перевод, нажать поиск, и вам потом выйдет целый список присяжных переводчиков в разных городах Польши, а некоторые даже в своих странах. Их, конечно же, очень мало в других странах, но на территории Польши их очень много, как и поляков, так и самих наших иностранцев, которые получили аккредитацию для присяжного перевода документов. Поэтому проще всего взять ваш документ, приехать сюда на территории Польши и сделать присяжный перевод. Очень много переводчиков, которые соглашаются, что вы им электронно отправите документы по мейлу, они вам переводят, а по приезду вы их забираете потом и оплачиваете стоимость перевода. Сумма перевода документов зависит от того, что вы именно переводите и сколько страниц. Одна страница в Польше считается как 1125 символов. Помните еще один момент, что ламинировать документы в своей стране и привозить их сюда, в Польшу, нельзя. Такие документы в административных органах не приветствуются и не принимаются. Я вам об этом уже говорила много раз. И если у вас документ заламинирован и вы не знаете, как его разламинировать, то YouTube вам в помощь. Там очень много разных способов, как разламинировать свой документ. Но если же все-таки у вас не получается и вам качественно заламинировали ваши документы, то все, что вам нужно, это взять дубликат в вашей стране и тогда уже подавать этот дубликат во все органы здесь на территории Польши. Что касается умисцевания документов и чем оно отличается от присяжного перевода. Значит, если вы подаетесь на сталый побыт, на гражданство, либо же у вас был брак с поляком в своей стране и он у вас, это свидетельство о браке написано, не знаю, там по-русски, по-украински, и вы подаете здесь документы по воссоединению на территории Польши, то вам нужно сделать сначала присяжный перевод, а потом присяжного перевода сделать умисцевание документов. Умисцевание документов не касается всех иностранцев, а касается только тех иностранцев, которые подаются на гражданство, которые подают документы на сталый побыт, подают документы по воссоединению семьи с гражданом Польши, либо же с гражданином Евросоюза, а также с иностранцем, который пребывал здесь, на территории Польши, более двух лет на карте временного побыта, и у него еще есть год важного карты побыта, и вы подаетесь по воссоединению семи. Вот только в таком случае вам нужно делать присяжный перевод, плюс уместивание документов в ужин, где станут цивильные годы. То есть, это по нашему ЗАГС. Итак, какие же нужно подготовить документы для того, чтобы ваши документы вынесли в польский реестр свидетельство о рождении, например, либо же свидетельство о браке. Первое, это, конечно же, вам нужно будет заполнить внесок. Внесок есть в каждой воеводстве, в каждом ужинде мяса, в отделении УСЦ, то есть, ужин застан на Цивильнегу. Есть онлайн-внесок, где можно его как онлайн заполнить и распечатать, так и распечатать, заполнить другие. Там нет ничего страшного, все по факту, все понятно. Конечно же, вам нужно иметь актуальные документы, на основании чего вы находитесь здесь, на территории Польши. Это паспорт, карта побыта, виза ваша и так далее. Иметь оригинал документов, свидетельство о браке, либо же свидетельство о рождении. Также оригинал присяжного перевода. Здесь сделано на территории Польши, либо же в своей стране, но только присяжного перевода. Также хочу вас предупредить, что оригиналы свидетельства о рождении, либо же свидетельства о браке, забирает ужин в Стану Цивильнегу, то есть ЗАГС. Чтобы вам отдали ваши документы, вы можете написать заявление. Пример заявления я вам оставлю в инфобоксе, поэтому разворачивайте инфобокс. И также с пакетом этих документов вы можете прикрепить такое заявление. Но также вы можете взять просто в своей стране дубликат вашего свидетельства о рождении, либо же свидетельство о браке, и отдать оригинал дубликата. На территории Польши так легко и просто с этим всем, что вы можете беспроблемно пойти в ужин в място и получить 500 раз хоть свидетельство о рождении вашего ребенка, если он родился здесь, на территории Польши. У них это не такой документ, как у нас, в плане то, что вам выдали один раз, вы заламинировали, положили в папочку и все, и молитесь. Чтобы никто не тронул, никто не плюнул на этот документ. Здесь, если он порвался, потерялся, вы просто идете, пишете заявление, платите за внесок этот, и вам выдают сразу же этот документ. То есть вообще нету никаких здесь проблем. Поэтому если же все-таки вам для чего-то и нужен ваш оригинал свидетельства о рождении, либо же свидетельство о браке, то возьмите либо дубликат, либо же напишите заявление, которое я вам оставлю в инфобоксе. Помните, как я вам и сказала ранее, что ламинированные и плохо читабельные документы в ужин не принимаются. Стоимость такого заявления 50 злотых, и рассмотрение такого дела идет от 3 недель до 3 месяцев, в зависимости от ВАИВУЗ. Помните, единственный момент, что сейчас во время эпидемии, для того, чтобы попасть в какой-либо ужин, без разницы, отдел иностранцев, уже в место, ЗАГС, либо же зарегистрировать автомобиль, нужно обязательно зарегистрироваться онлайн. В Трумяста, в Гданске, либо же Гдыня, либо Сопот. В Сопоте, кстати, не знаю, а вот в Гданске, в Гдыне 100% есть онлайн колейка, то есть вы можете зарегистрировать на дату и на время специально, для того, чтобы оформить свои документы. Поэтому не затягивайтесь с этим делом. Если вы подаетесь по воссоединению семьи с карты поляка, по столовому попыту с гражданином Республики Польши, либо с гражданином Евросоюза, либо же с иностранцем, который прожил на территории Польши более 2 лет и имеет карту временного попыта актуальную, то вам обязательно нужно иметь этот документ, потому что если вы предоставляете такой документ умисцевания, то ваша карта побыта будет обязательно с доступом к рынку труда. А доступ к рынку труда по воссоединению, вы знаете, все прекрасно, что это означает свобода и работа у любого работодателя без всяких разрешений на работу. Поэтому вот так вот один супруг работает-работает, а второй по воссоединению получает доступ. Вот такая вот несправедливость. Но что ж поделаешь, такие вот законы. Поэтому не оттягивайте этот момент. Обязательно, приезжая на территорию Польши, занимайтесь сразу всеми переводами и умисцеваниями, если вы подходите под эту критерию иностранцев. Если у вас еще остались вопросы, то обязательно у меня спросите в Инстаграме, либо же здесь в комментариях. Ну и мне будет приятно, если вы будете также делиться ссылочками на мой YouTube-канал в других социальных сетях. И таким образом мы поможем всем иностранцам быть легальными на территории Польши. Всем спасибо и увидимся с вами совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока!